Из чего не дается закат? Потому что часто мы слышим, например, вот, роскошь, у тебя две машины, за одну машину не платят закат, как, к сожалению, часто говорят некие невежды. Или у тебя там несколько квартир, ты должен с них давать закат. Нет, мы вот эти пять вещей, из чего дается закат. Если у человека там хоть сто даже квартир, он с них не дает, не платит закат. Если у него несколько машин, он с этого не платит закат. Если у женщины украшения какие-то, там и золото, и жемчуг, это драгоценность, а с этого закат тоже не платит, не выплачивается. Всевышний Аллах, субханава ta'ala, сказал, то есть те люди, которые собирают свои имущества, не выплачивают из них закат, какое наказание уготовлено им? Аллах, субханава ta'ala, в сурате Тауба сказал, те, которые собирают, накапливают золото и серебро и не расходуют на пути Аллаха, обрадуя их болезненным наказанием. Всевышний Аллах, субханава ta'ala, говорит, в судный день будут брать их золото, накопление и серебро, и этим плавить его, и утюжить их бока, их спины, их лбы. Утюжить, когда как утюгом проглаживает. И Аллах, субханава ta'ala, скажет, это то, что вы копили для себя, и вкусите то наказание, вкусите то, что вы копили для себя. То есть Аллах, субханава ta'ala, то есть закат, уважаемые братья и сестры, часто бывает такое, человек там дает садак, он думает, что все, закат, как будто закат дает. Или, например, бывает у него там, как такие частые поговорки, пропали деньги куда-то там, кто-то ему не вернул, а закат тан, даже по татарски так бывает, говорят, закат танки цин, пускай как закат уйдет. Нет, не уйдет, закат должен быть так же, не яд, во время того, как ты, человек, дает закат намеренно, чтобы дать это. Это как годовой налог, это годовой налог, который мусульманин должен отдать тому, кому, это не его деньги даже, это деньги тех, кому это положено давать. Теперь, кому положен закат? И Всевышний Аллах, субханава ta'ala, в сурате Туба рассказывает нам 8 категорий людей, кому можно давать закат. Аудзу биллэхи милашийтан рожим, бисмиллэхи рахмхану рахим. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم Мы постараемся вам вкратце легко объяснить 8 категорий закат, кому положено, кому можно давать الله سبحانه وتعالى говорит إنما صدقات للفقراء Первый – فقر. فقر – это нищий, у которого ничего нет ему То есть все эти категории должны быть мусульманами Нельзя давать неверующим, нельзя давать грешнику, فاسق К тому, кто оставляет молитву, им не дается فقراء, فقراء – это бедный В третьем – مساكين, مسكين Фقراء – это нищий, مسكين – это бедный Кто такой مسكين? Чем отличие фقراء от مسكين? Фقراء, у которого ничего нету مسكين – это который чуть получше живет, чем фقر Но у него самого нету средства, чтобы… Он не из тех, кто сам дает закат Ему положено давать закат Также говорится, это مسكين считается тот, у кого нету суммы На которой он мог бы целый год прожить у себя в местности Также, الملين عليها – это те, которые работают над сбором заката Даже если он сам богатый, ну например, фонд заката Он работает как работник, ему можно давать закат как зарплату Это те люди, которые близки к исламу Которые вот-вот хотят принять ислам Или только которые приняли ислам Которые только стали практиковать, чтобы поддержать их на религии Фиррикаб Фиррикаб на сегодняшний день это уже не актуально Это на выкуп раба То есть раньше, когда были рабы, можно было закат отдать на того, чтобы освободить раба Гаримун – это должники У кого есть долги, можно им давать закат, чтобы они закрыли свои долги Но какие долги? Это те долги, не которые, бывает, человек берет большие, огромные долги На, скажем, на того, чтобы увеличить свой бизнес Бывают такие, да, и вот им, чтобы помочь закрыть долги Это не эти долги, это на первой необходимости, на жилье Скажем, если человек на автомобиль взял, что на этой автомобиле работает, что-то развозит Это как доходность ему приносит На это живет он Закрыть вот эти вот долги можно Или какие-то там долги бывают у студентов За учебу оплатить и так далее Или, например, мне должны долг Я могу списать тоже в качестве заката Если человек не в состоянии вернуть долг Следующие, кому даются закат На пути Аллаха На пути Аллаха, имеется в виду То, что тот путь, который ведет человека к довольству перед Всевышним Аллахом Давалось раньше, во время пророка Мухаммада, на битвы Во время битвы, чтобы армия мусульман могла купить себе там мечи, щиты, кольчуги и так далее Также дается все, что распространяется на пути Аллаха, на благие деяния Построить там, например, школы, мадреса Особенно вот в немусульманских странах Алхамдулля, вот на это можно давать На распространение знаний, иншаллах И последний пункт Ибн Сабиль Ибн Сабиль – это путник Мусафир То есть, даже человек, если он приехал, у него закончились деньги Если он даже у себя там живет в достатке в своей стране Чтобы ему, алхамдулля, там, встать в гостиницу, купить билет Алхамдулля, это можно Вот эти вот восемь категорий Кому можно давать закат Не дается закат А теперь кому можно Если родственникам, можно ли давать закат или нет Можно давать родственникам, но не прямым Имеется в виду, можно давать братьям, сестрам, даже родным Нельзя давать супруге, потому что муж должен обеспечивать свою супругу Детям нельзя давать, потому что отец должен обеспечивать Родителям нельзя, дедушкам, бабушкам То есть, нельзя детям, их детям То есть, вот прямые вверх и вниз То есть от родителей к их родителям и от детей к их детям и супругам нельзя давать. Супруг супруге не имеет права давать закат, потому что он так и так должен обеспечивать. Всем остальным можно, иншаллах. Также не дается закат семейства пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, бэну Хашим, али Джа'афр, али Акиль, али Аббас, то есть семейство пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, как сказал посланник Аллаху, саллаллаху алейхи салям, «Инна садака ла танбаги ла али Мухаммад, иннама хия аусахин нас». То есть для семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, садака и закат не дается, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Если человек не может, бывает такое, то есть в своей стране найти, например, тяжело ему найти, в другую страну отправлять можно или нет, ученые говорят, что лучше давать это в своей стране, в своей местности. То есть не нужно отправлять в другую страну или в другой город, стараться среди себя найти бедных, нуждающихся, им давать. Также должно быть не яд, должно быть намерение, что это закат, и нужно сказать человеку тому, который ты даешь, это мой закат. Если, например, человек даже пришел и спрашивает, как бы, помогите мне, и человек, например, хочет ему помочь, он, например, мискин кто-то или факир, он должен спросить, ты нуждаешься, и должен ему сказать, это мои деньги, закат, который я тебе передаю. Также, если человек не может найти, не знает куда, то может, аль-хамм, довериться имаму мечети, или фонд заката, он начала передать, который уже с него в этот момент уже спадает эта ответственность, аль-хаммдуллах. Награда тоже самое ему идет, бьетнеллах, и именно если он человек доверяет, или доверяет какому-то другому человеку, который знает, например, кому можно передать, аль-хаммдуллах, если он ему передал, то с него оно спадает. Теперь возьмем закат-уль-фитр. Что такое закат-уль-фитр? Закат-уль-фитр — это то, что дается в конце месяца Рамадана. То есть на протяжении всего рамадана можно отдать закат-уль-фитр, но именно лучше всего его давать в самый последний день, например, в последний день Рамадана, и обязательно нужно его отдать до праздничной молитвы, до молитвы ураза байрам, салат-уль-айт. То есть есть такой намаз, который читается в праздничный день. Вот до этой молитвы нужно отдать закат-уль-фитр. Закат-уль-фитр нужно давать тому, который постился, и который даже не постился, и с детей, которые не постились даже. Есть больные, если люди должны постеть калья, то должны отдать закат-уль-фитр. Даже если утроби женщина и ребенок достиг четырехмесячного возраста, то с него тоже дается закат. Фарзу-Расульу Аллаху Аллаху Алейсалиму, закат-уль-фитр мин рамадан. Саан мин тамр. Рок Мухаммад салалаву ассаляму приказал выдавать закат-уль-фитр в рамадан. Саан мин тамр. Саан это примерно 3 килограмма плюс-минус, да, 3 килограмма или фиников, аусаан мин шаир или 3 килограмма мы уже округляем, там, плюс-минус там, 3 килограмма шаира, шаира это ячмень, или рис, то есть, или там можно макаронами даже давать закат, то есть дается едой, лучше давать этой едой. Но если нету возможности дать едой, то тогда, ну, есть сейчас, например, в каждой там городе вывешивают, сколько имам мечети говорит, там, например, или муфтяте говорит, сколько там малые мужчины дают, сколько средний у кого заработок, сколько они дают, плюс-минус, в Москве, например, 100 рублей, это минимум, 200-300 это средний заработок, у кого 500 рублей выше, это уже у кого есть большой достаток, аль-хаммдулли. Чем отличается, почему делится вот так вот? Потому что были во время пророков Мухаммад, кто-то богатый, они финиками давали закат, финики, кто-то там, у кого меньше, кто-то ячменю давал, кто-то там давал пшеном, а цена пшена, она дешевле, чем фиников, то есть, как бы, кто-то, но именно нужно дать са, это примерно 3 килограмма, и вот в эту сумму, как бы, смотрят, как бы, считают, сколько стоит там килограмм фиников, умножается там на 3, и эта сумма примерно выдается, это высшая степень, там пшено сколько стоит, вот поэтому считается именно сумма, та сумма определяется, какая сумма должна выплачиваться в виде заката аль-фитр, если человек не успел до праздничной молитвы отдать закат аль-фитр, то он все равно обязан вернуть, отдать ее, после уже того, как закончится молитва, но уже это не будет как закат, а будет как садақ, садақ аль-фитр, на что он награду берет меньше. Таким образом, уважаемые братья и сестры, мы, аль-хамдулля, взяли с вами третий столб ислама, закат, аль-хамдулля, но хотелось бы пояснить то, что закат это из таких вопросов, то есть она требует индивидуального подхода, то есть поэтому, если у кого-то возникнут некие вопросы и так далее, он может подойти там к имаму мечети, задать свою ситуацию, рассказать, на сегодняшний день, опять же, много электронной валюты, криптовалюты, то есть как с нее давать закат, то есть это нужно каждый отдельно изучать вопрос, то есть, если в двух словах так сказать, вкратце, две вещи в шариате, они требуют индивидуального подхода, то есть нельзя, например, одну ситуацию обобщать под все, это муамалят, это торговые взаимоотношения, вопросы о торговле, и также аль-усра, семейные вопросы между мужем и женой, которые бывают вопросы талақа, никяха, это нужно как бы индивидуальную ситуацию подводить под вопрос, также и касательно торговли, акций и так далее, то есть, поэтому, аль-хамдул-Ллах, Аллах в Коране говорит, «Фасалу ахля дикри, ин кунтум ла ти'аламун», спрашивайте обладателей знания, если вы не знаете. «Васалаллаху аля набиину Мухаммаду аля алиху сахмин».